привет друзья сейчас я определяюсь просто какая задержка идет по видео чтобы определить сколько времени чтобы можно было реагировать на ваши вопросы которые вы будете писать в комментариях сейчас немножко подождем пока соберутся зрители даже сказать телезрители или фейсбук зрители так сегодня будет довольно таки интересная тема не необычная мы запустили голосование и вы выбрали в группе project amazon именно именно эту тему эта тема связана с изменениями в работе платежных систем для президентов российской федерации и именно сегодня мы поговорим об этой теме буквально там через одну минуту мы начнем мы начнем рассказывать пока те кто присоединились ребята поставьте пожалуйста плюсики слышно или меня либо поздоровался давайте привет я понимал что у меня хорошо слышно надеюсь видно меня мой ковер так ну что а отлично всем привет 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 ребята слышно хорошо прекрасно будем начинать итак меня зовут андрей матьяш я управляющий партнер компании фоби буквально два предложения скажу нашей компании чтобы понимали чем мы занимаемся наша компания занимается внедрением юридических и финансовых решений для и коммерс и айти бизнеса мы глубоко специализируемся на регистрации введений иностранных компаний на налогоблажение как эти компании так и налогоблажение бизнеса связанным с этими с этими комп компаниями и мы вопрос разбираемся глубоко в вопросах интеллектуальной собственности как торговые марки патенты авторское право защита их регистрация и дальнейшие вещи но сегодня мы поговорим немножко о другой теме сегодня мы поговорим об о том что произошло о том об изменениях в работе платежных систем которые сейчас произошли для президента российской федерации итак что произошло ну где-то месяца два назад вы уже многие из вас слышали писали много было обсуждение о том что пайонир перестает выпускать карты новым своим пользователям из россии несколько недель назад многие из вас получили письмо от пайонира о том что дорогие друзья мы будем будем обслуживать ваши карты до 27 мая 2020 года точно такие же письма немножко с разными изменениями получили клиенты других платежных систем такие как и payments скрилл нетеллер и другие то есть те платежные системы которые тоже имитировали карты и открывая там аккаунт можно было получить карту и дальше мы будем разбирать что произошло что изменилось как как работать теперь в новых условиях искать варианты в условиях таких вот изменений ну сначала мы начнем с того что почему это произошло ну вы наверняка все видите чтобы за последние пять лет в странах в странах снг произошло очень много очень сильно изменились валютное валютное регулирование было принято было принято много разных законов о регулировании валютного рынка о контроле за валютным рынком практически все практически все страны бывшего союза поголовно вступили в асср это организация организация экономического сотрудничества и развития и эта организация вырабатывает меры для которые принимаются в разных странах для того чтобы так нравится как это звучит у них бороться с размытием налоговой базы другими другими словами эти организации она создает меры которые которые каждая страна может у себя внедрить для того чтобы бороться с незаконным отмыванием денег для того чтобы бороться с налоговой оптимизацией и другими вещами именно поэтому сейчас в россии уже несколько лет действует закон закон кик закон о контролировании иностранных компаниях в украине он сейчас на подпись у президента в других странах тоже законодатели сейчас придумать свои свои версии этого закона и это все связано с борьбой от ухода от налогообложения на поэтому поэтому сейчас практически нереально уже последние два два года открыть счет банковский счет для там офшорной компании либо же чтобы офшорная компания работала с какими-то локальными компаниями законодательства очень сильно очень сильно изменилось это первый момент и то есть очень сильно меняется работа много в новых налоговых условиях это первый момент и второй момент это то что в прошлом году если бы точным в августе прошлого года в россии был принятый был принятый ряд изменений закон о регулировании валютного рынка и валютном контроле почему это было сделано потому что например по той аналитике которую которую мы нашли за 10 месяцев 18 года в россии с карт имитированных иностранными банками либо же платежными системами либо финансовыми организациями было снято порядка 102 триллиона рублей 102 триллиона рублей в то время как с карт имитированных российскими банками было снято наличными всего лишь 20 триллионов рублей именно поэтому законодатель принял эти изменения в закон о регулировании валютного рынка и этими изменениями он сделал несколько там на самом деле было очень много много вещей но самое основное что что он сделал он ограничил работу иностранных финансовых компаний на на территории российской федерации им там дали определенный срок по моему 180 дней для того чтобы они пересмотрели свои свои правила либо же возможности работы и эти компании они им запретили имитировать карты для клиентов из россии к сожалению прямо это в законе не говорится там оно написано очень так витиевато после сегодняшнего лайва мы 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 дописываем как раз сейчас статью эти ссылками на законодательство ссылками на комментарии комментарии экспертов и мы обязательно разместим в группе могли ознакомиться ознакомиться с детальными и так что произошло иностранным финансовым компаниям запретили имитировать карты для клиентов из российской федерации почему они именно сделали таким образом как еще можно контролировать денежные потоки контролировать запретить физическим лицам открывать аккаунты либо же банковские счета в платежных системах либо либо же банках иностранных это сделать довольно таки сложно поэтому пошли другим путем ограничили возможность работы именно именно платежных систем но те кто пользуется пайниром в данном случае повезло больше потому что срок который можно пользоваться платежной системой он больше он это до до конца мая а такими как такими как скриллом и тейлером осталось пользоваться всего лишь несколько несколько недель так что здесь еще из такого важного кроме того что запретили использовать пользоваться запретили имитировать карту есть еще один такой важный момент это то что банком местным банком местным местные местные банки заставили собирать информацию о снятии наличных с карт которые имитированы иностранными банками либо же финансовыми организациями и теперь каждый банк когда деньги снимаются либо через банкомат либо через кассу банка собирает следующую информацию это понятно дата места снятия это сумма это номер карты и это владелец карты вы удивитесь но банки когда ты банк когда ты снимаешь когда ты используешь карту в банке кроме того что он видит название счета он видит название карты он видит владельца карты и он видит биллинг адрес карты и вот именно эту эту информацию собирает банки и передают ее в финансовый мониторинг большим плюсом является то что банки мониторят суммы от 600 тысяч рублей ну соответственно если в валюте снимаете то эквивалент то есть именно такие операции будут попадать под финансовый мониторинг но при этом операции по сумма меньше они все равно остаются в банке они никуда они никуда не деваются то есть подытожим основные изменения которые были были внесены этим законом это первое это это запретили иностранным платежным финансовым организациям имитировать карты для клиентов из россии и второе это местным банком местные банки заставили собирать информацию о не заставить давайте так обязали собирать информацию об операциях по снятию наличных средств либо же с банкоматов либо же либо же с кассы банка там в отделении банка к сожалению мы не нашли информацию эту информацию пока что никак не прокомментировали мастеркард либо же виза это единственное что вот эти платежные системы которые я назвал они либо же у себя на сайтах разместили информацию либо же на своих форумах и конечно же уведомили клиентов итак теперь давайте поговорим что делать как быть в такой ситуации из тех вариантов которые есть которые мы с командой проанализировали это три таких основных которые так или иначе используют наши клиенты либо же пользуются пользователей первое это ничего не менять оставить точно так же то есть точно так же пользоваться платежной системой потому что аккаунт остается рабочий то есть точно так можно на него принимать средства точно так же можно отправлять средства на поставщиков либо же клиентов и можно выводить счета на свой банковский счет то есть эта возможность остается единственное что прекращают обслуживаться карты причем прекращают обслуживаться карты не только физические которые пластика вы получали но также и виртуальные карты для тех кто кто успел их получить это момент первый второй момент это смена билинг адреса смена билинг адреса на на билинг адрес не из российской федерации то есть на тот адрес на который сможете получить карту сможет она прийти это ну давайте так это может быть адрес каких-то ваших знакомых друзей либо родственников в другой стране и третий вариант это открыть компанию и перейти все таки и открыть компанию и на эту компанию открыть открыть аккаунт платежной системы и получить карту уже на компанию но единственный важный момент все равно что ваш адрес не должен быть адрес российской федерации потому что адрес присылается карта присылается часто не на не на адрес компании а на адрес владельца компании либо же либо же пользователя компании поэтому если будете открывать аккаунт для 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 вашей компании необходимо учесть вам необходимо будет учесть данный момент что есть из что есть из того что есть на рынке либо что мы можем вам предложить данном в данном случае первое мы можем предложить вам возможность арендовать бизнес адрес для ведения и коммерс бизнеса в другой стране к примеру к примеру к примеру в украине причем это может быть адрес не только для который вы можете использовать не только для платежной системы это адрес который вы можете использовать для вашего магазина для для регистрации аккаунтов на маркетплейсах либо же других вещах после после лайфа мы оставим ссылку в группу где вы сможете ознакомиться более детально с этим с этим условием что туда входит и как как вы можете использовать как как вы можете этим воспользоваться скажу вам так что на самом деле работа финансовых организаций таких как банков либо же платежной системы она сейчас очень сильно меняется к примеру так как мы с банками работаем уже больше больше десяти лет европейские банки офшорные банки американские мы мы видим как у них меняется система что банки что банки запрашивают по поводу сабстенса либо же для 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 верификации клиентов и такую такие же такие же информации данные будут будут запрашивать платежной системы но благо то что в платежной системе аккаунт открыть намного намного проще поэтому если кому то интересно то мы мы я оставлю ссылку по после лайва вы вы перейдете посмотрите как можно что что необходимо для того чтобы поменять адрес во первых кроме того что вы можете на этот адрес регистрировать аккаунты платежных системах либо же marketplace аккаунты вы туда можете получать корреспонденцию почту которая будет сканироваться отправляться вам либо же если там какое-то будет ценное важное письмо она будет переселаться любым удобным для вас для вас способом третий вариант это все таки открыть все таки это сейчас время для того тех кто думал открыть компанию либо же планировать это сделать но что-то восстанавливало как раз возможность и возможность это сделать здесь основной момент в том что это не обязательно открывать компанию и переводить на нее аккаунт например на на амазоне это может 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 быть компания на которую вы просто откроете аккаунт в платежной системе и будете использовать и тогда этот аккаунт уже будет не ваш этот аккаунт уже будет компании но здесь уже нужно смотреть индивидуально потому что все таки в россии существует закон о кик о контролировании иностранных компаниях и если выбирать компанию для открытия счета в платежной системе то обязательно нужно учитывать требования требования закона то есть когда необходимо под уведомить налоговый орган о том что вас появилась компания либо же какие санкции либо какие санкции будет от налога либо какие штрафы санкции будут от налогового органа за то что не уведомили его об этом и выбирать компанию в той юрисдикции за которую не придется дополнительно доплачивать какие-то сборы либо же либо же налоги у себя у себя в стране какие это могут быть страны во первых это могут быть классические офшоры но только сразу скажу вы не сможете их использовать как-то очень сильно глубоко в бизнесе но обязательно нужно смотреть работают ли с этими офшорами платежная система либо это могут быть английские эстонские либо же шотландские компании но опять же если здесь нужно выбирать компанию исходя из ваших требований для чего вы ее будете использовать либо для чего вы ее можете 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 использовать но здесь уже более детально вы можете обратиться к нам либо через фейсбук либо же оставить заявку форме которую я ниже оставлю и мы уже детально разберем вашу ситуацию и порекомендуем тот либо иной вид деятельности сейчас еще существует такая не совсем хорошая тенденция которая сейчас с введением карантина и другими вещами она усиливается это после окончания карантина все уже прекрасно понимают что будет идти во всем мире будет идти экономический спад в развивающихся странах которым которым относится постсоветским постсоветским постсоветские страны этот экономический спад он будет в разы больше чем чем в другом мире и государство уже начинает внедрять разные вещи за контроль по контролю за доходами физических лиц поэтому если вы ведете ну моя рекомендация как юриста если вы ведете бизнес видите его видите его грамотно переводите его на на рельсы юридического лица потому что в данном в таком случае доход который вы получите от бизнеса от торговли на амазоне или других маркетплейсах это будет доход компании а не доход физического лица потому что если это доход физического лица то мы обязаны с него с него заплатить налог от 13 до до 18 процентов зависимости в зависимости от страны но наверное ребята по основной части у меня у меня у меня все я старался кратко изложить не 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 добавлять вам много много информации которая была которые внесли изменения данным 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 законом поэтому если у вас есть вопросы пишите сейчас в комментариях я постараюсь постараюсь вам на них ответить у нас будет небольшая задержка секунд 15 поэтому требуется подождать так так каким образом налоговый будет знать про про доходы от амазона кстати хороший вопрос важным моментом является то что кроме того что вводится на наш наши страны вошли в оср они подписали бэпс вводят разные ограничения еще является то что во многих странах сейчас нет внедряется так называемый обмен обязательный обмен налогами автоматический обмен налоговыми данными что это означает это означает например если у вас если в европе у нас открыт банковский счет то европейский банк уведомляет свою налоговую которая в свою очередь уведомляет местную налоговую темы 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 находимся о том что у нас является у нас есть банковский счет и более того в конце года такой банк будет рассылать еще операцию будет присылать информацию по определенным данным которые были которые проходили у вас там в течение года по данной по данной операции Александр говорит что смена платежного адреса без смены гражданства ведь не даст возможность продолжить пользоваться от карты планет здесь мы не говорим о гражданстве потому что если например вы будете гражданином россии и жить например на кипре у вас будет адрес на кипре и платежные системы они пришлют туда 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 данные информации либо же либо же карту по поводу автоматического обмена сейчас действует автоматический обмен только между такими субъектами данного обмена являются банки финансовые организации такие брокеры финансовые компании платежные системы на данный момент не не участвуют в этом в этом обмене но давайте говорить откровенно мы понимаем что когда банки начали обмениваться информации либо же заговорили о том что по всем операциям будет происходить обмен данными все резко с банков перепрыгнули платежные системы пока это еще пока это еще работает но по моему мнению где-то в течение года-двух платежные системы тоже обяжут уведомлять тоже обяжут быть участниками обмена налоговыми данными опять же когда это будет в каком виде это будет все ли будут платежные системы участвовать либо не не все пока что пока что неизвестно к примеру сша не участвует в этом в этом налоговом обмене нет у меня не было у меня нет информации либо 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 же данных о том что налоговая нашла кого-то либо же увидела извините здесь вопрос просто был были ли случаи фиксации ухода от налогообложения от доходов полученных от амазона мне не известно чтобы были такие такие случаи но налоговая сейчас меняет свой принцип действия я честно не говорю о какой-то конкретной налоговой это касается всех новых налоговых органов постсоветских стран они ведут эти изменения либо уже в ближайшее время они начинают контролировать физические лица не по доходам а по расходам именно поэтому именно поэтому именно поэтому брокеры нотариусы банки само собой понятно они становятся агентами субъектами финансового мониторинга и мониторят операции которые попадают под определенные критерии для того чтобы можно было проверить откуда взялись доходы у этого у этого физического лица так сожалению очень медленно в лайве обновляются комментарии поэтому буду читать их немножечко задержкой также хочу сказать что при выборе компании стоит учесть обратить внимание на то как ваш ваша компания находится в стране где реестр акционеров и собственных компаний закрыт либо же либо же открыт это важный момент потому что есть здесь много много стран где реестры собственников закрыты и никто их не может посмотреть но еще таким интересным моментом который раз из судебной практики о том что когда налоговый орган находит когда налоговый орган находит своего так сказать клиента в реестр иностранных компаний они не могут эту эту информацию использовать из реестра там путем скрина либо же заказа выписки оттуда в судебных процессах они должны обязательно заказать официальное уведомление с такого с такого из такого реестра сейчас посмотрю что еще с комментариями у нас так алексей спрашивает мы хотим открыть все корп я так понимаю что проще быть чтобы собственником была российская компания не совсем верно точнее я не понимаю какие вы тогда плюсы получите если у вас собственником будет будет российская компания честно по моему мнению что проще чтобы были физические лица которые будут будут напрямую владельцами владельцами иностранной компании либо же возможно у вас есть какие то другие там цели цели задачи но понимаете что чем еще плюс иностранных компаний в том что к сожалению если мы говорим об амазоне например компания либо же либо же фоб который зарегистрирован там в украине в россии в беларуси он напрямую не может открыть аккаунт он не может напрямую получать оплаты из амазона если же такое и происходит иногда то обязательно будет двойная двойная конвертация потому что амазон всегда платит в валюте страны банка то есть у нас у нас есть ребята которые например используют банковские счета и не используют в польше а валюта страны банка польши это злоты поэтому амазон продает товар за доллары конвертирует их в злоты и пересылает вам злоты которым нужно потом опять конвертировать в доллары чтобы купить товары там у китайцев либо же производителей так следующий вопрос можно ли перевести аккаунт амазон зарегистрирован на физлицо на компании владельцем которой является совсем другой человек и у которого уже есть другой аккаунт на физлицо непростая ситуация давайте так это сделать можно единственное нужно сразу нужно рассмотреть что это за аккаунт который есть у физического лица какие там торгуются товары эти товары из одной категории либо эти товары из разных категорий не будут ли эти товары конкурировать друг другом либо же занимать одни строчки в поисковых запросах поэтому да это возможно единственное что нужно продумать для для амазона в данном в данном случае легенду почему собственником становится другой человек потому что по амазону интересно написано в правилах по общему правилу нельзя передавать аккаунты но в исключительных случаях есть есть варианты так 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 ребят если есть еще вопросы касательно платежных так вижу получил так Вилета спрашивает юридическую фирму лучше открывать в стране проживания или лучше ее открыть в Америке или и просто числиться работником своей фирмы и получать как бы зарплату или все-таки открывать в своей стране как будет меньше уплаты налогов понимаете для того чтобы ответить на ваш вопрос необходимо рассмотреть ситуацию в комплексе во первых каким налоговым резидентом какой страны вы являетесь это первое какое потом какое налогоблажение у вас в стране от доходов полученных физическим лицом третье можно ли используя компанию в вашей в стране открыть аккаунт на Амазоне либо же перевести либо же перевести аккаунт поэтому здесь очень много разных моментов которые необходимо учитывать и смотреть потому что однозначно у нас были разные кейсы когда одним ребятам подходил вариант американская компания лс там single member другим подходила подходила корпорация третьим подходила американская компания четвертый мы открывали компанию в эмиратах либо же компанию в гонконге очень много составляющих которые влияют на то как использовать данную как использовать по налогам данную данную компанию так Алексей спрашивает интересует схема оптимизации налогов так как несколько собственников все граждане во первых перед тем как говорить об оптимизации нужно нужно просчитать что у вас получается честно вам скажу очень часто приходят ребята которые зарегистрировали компанию и говорят а как нам меньше платить налогов здесь нужно рассматривать сначала какая какая ситуация у вас какие планируются доходы обороты в этой компании выйти сначала на на расчет если ничего не делать какая будет сумма налогов обложения после этого уже уже включать какие-то дополнительные механизмы например там кредитный механизм товарный кредит либо же выплата royalty за за использование торговых марок либо же оплата сотрудникам клиентам очень много может быть вариантов сказать что какой-то вот берите этот вариант и пользуйтесь нет так нельзя потому что в каждой конкретной ситуации могут быть свои конкретные варианты Сергей говорит компания в США относительно другое удовольствие какие страны альтернативы для открытия компании но смотря что вы рассматриваете дорого дорого в разрезе налогообложения либо же дорого с точки зрения либо же с точки зрения обслуживания и содержания этой компании потому что например обслуживание компании в США и содержание оно стоит гораздо дешевле чем содержание компании на Кипре но компании на Кипре может быть существенно меньше налогов чем у компании в США и поэтому здесь нужно смотреть от суммы оборотов и самое главное куда потом дальше идет прибыль вы ее реинвестируете вы ее распределяете на дивиденды либо либо вы ее отправляете в семейный траст такие варианты есть если говорить об альтернативах то если мы говорим об альтернативах по налогообложению я бы рассматривал в комплексе с связкой когда есть операционная компания когда есть управляющая компания либо же главная компания и с возможностью посмотреть возможно ли сменить собственнику налоговое резидентство и вот в таком комплексе нужно уже смотреть какие-то какие-то альтернативы потому что если мы смотрим прямо просто вот в лоб то берем компанию какая выбираем компанию берем в той стране где меньше налогообложения но согласитесь что вы платите 20 процентов с 100 тысяч это будет пример хороший привести я имею ввиду что проценты здесь не главное главное с какой суммы вы их платите потому что в разных странах разные вещи можно отнести на расходы к примеру и американские компании очень хорошо в данном в данном случае подходят так юрий спрашивает можно ли в Украине оптимизировать налог используя ФОП на едином налоге второй или третьей группы да там правильно кто-то ответил вторая группа не подходит потому что вы будете получать доходы от от иностранных источников а доходы от иностранных источников могут получать только ФОП и третьи группы это касается это касается Украины ну и такой маленький плюс что нас подняли ФОПом размер дохода если раньше было 5 миллионов то теперь стало 7 миллионов и нас спрашивают не поняла как собственник может сменить налоговое резидентство способы есть много например можно получить налоговое резидентство Кипра проживая 60 дней в году на Кипре и налоговое резидентство Кипра оно очень я считаю одно из самых сейчас интересных потому что там на 17 лет физлицо освобождается от доходов у них это называется доход на оборону и соответственно если вы получили налоговое резидентство Кипра и получаете какие-то дивиденды то вы не платите никакие налоги в данном случае также можно рассмотреть налоговое резидентство Эмиратов либо налоговое резидентство Монако тоже есть есть такие есть такие есть такие варианты но это немножко тема тема другого вебинара либо желаю вам так сейчас секундочку я скину ссылку который обещал я скину скину Здесь ссылка на Google форум, о которой вы можете познакомиться более детально по аренде бизнес-адреса и что туда входит, какие могут быть варианты. Сразу вам скажу, что по этому адресу, кроме договора аренды либо договора использования помещения, который вы получаете, вы получаете еще обязательно utility bill. Но этот utility bill будет не на вас, как на арендатора, он будет на компании, имя которой вы пользуетесь. Да, Андрей, спасибо. Ковер как в детстве у бабушки. Давно такой искал. Так, ребята, если есть еще вопросы, задавайте. Готов ответить, рассмотреть. По ссылке, чтобы было понятнее, это ссылка на нашу услугу, аренда бизнес-плейс, по которой вы можете перейти, оставить заявку и выбрать вариант, который вам более подходит по варианту оплаты. По этой услуге вы получаете бизнес-адрес с использованием, бизнес-адрес вы используете обслуживание почтовое, возможно, телефонное обслуживание. Также этот адрес, возможно, после карантина, конечно, его можно будет использовать в качестве офиса для проведения встреч, либо же разместить сотрудников. Но об этом, если вам будет интересно, то мы поговорим отдельно. Этот адрес, о котором мы говорим, находится в Украине, в Киеве. Это офис, скажу, это наш офис. Поэтому для резидента из России это подходит, потому что такой адрес можно использовать для того, чтобы он не будет считаться. То есть, с кем туда могут приходить любые письма, проводить встречи, либо делать еще какие-то вещи. Самое основное, что он подходит, в первую очередь, для ведения и коммерс-бизнеса. Сколько стоит консультация по оптимизации и открытии фирмы? Ну, Алексей, напишите в личку, мы посмотрим, в зависимости от того, какой вопрос. Кстати, заходите на наш сайт fubi.ua. У нас там есть блог, и в этом блоге очень много информации, очень много полезных статей, информации о компаниях, о налогоблажениях, об интеллектуальной собственности, торговой марке, патенты, какие кейсы были у нас, какие сложности, правда, были. Так, Александр спрашивает. Все-таки давайте еще раз применительно к Пионеру. Я арендую адрес в Украине, насчет адреса аккаунта Поймир, и могу снова использовать карту после 27 мая. Да, вы все правильно поняли. Такой адрес, данный адрес мы рассматриваем только для физических лиц. Если вам необходим будет адрес для компании Роман, вы напишите, мы этот вариант рассмотрим с вами отдельно. Так, пишу адрес, наш сайт. b.ua.ua. Все очень просто. Так, ребята, буду заканчивать. Рад был вас всех сегодня видеть, читать. Надеюсь, информация, которую вы получили сегодня, была для вас полезной, интересной. После данного лайва мы еще, думаю, завтра мы разместим статью, где то, о чем я проговорил, будет в текстовом формате, где будет в текстовом формате описано, что произошло, как поменилось, и как это можно будет использовать. На этом все. До новых встреч. Если у вас есть какие-то вопросы остались, пишите либо мне в личку, либо же на наш сайт. Мы поделимся с вами важной и полезной информацией. Все, ребята, всем спасибо. Хорошего вечера и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok